Барак Обама Теплый и доверительный жест У него крепкое рукопожатие, и он улыбается За первые 20 секунд ему удается произвести очень благоприятное впечатление Но он использует язык жестов и дальше Например, он говорит Невероятно, что я оказался на этой сцене И подносит руку к сердцу Он говорит Мой дед имел большие планы на своего внука И показывает, насколько большие А вот он уже про свободу слова В Америке мы можем писать, что думаем Говорит, что думаем И никто не постучит нам в дверь Его жесты усиливают смысл сказанного Следующий прием Барак Обама придерживается так называемого правила трех пунктов На днях я смотрел одно выступление Так там человек хотел рассказать 8 мыслей за 16 минут Это слишком много Барак Обама берет сложный вопрос И разбивает его на три пункта Как с проектом реформ системы здравоохранения Первое, нужно снизить растущие цены на медицинские услуги Второе, американцы должны сохранить того же врача И тот же план страхования, что у них был И третье, все американцы должны иметь доступ К качественному медобслуживанию Третий прием из области риторики Например, Барак Обама очень любит рассказывать истории Из личного опыта Так он становится ближе к своей аудитории Во время обсуждения реформы здравоохранения Он часто рассказывал про свою мать, которая умерла от рака В последние недели, когда она уже приближалась к смерти И ей стоило необычайной стойкости проживать каждый день Она слишком много волновалась, покроет ли медицинская страховка все расходы Эта личная история как бы показывает Меня это волнует Я знаю, о чем говорю Другой риторический прием Это повторение Например, он использует одну и ту же последовательность слов в разных предложениях В речах Обамы, самый известный случай повторения Его речь на праймарис в 2008 году Когда он проиграл Хиллари Клинтон в Нью-Хэмпшире Это была его знаменитая речь Да, мы можем Yes, we can Он сказал, что это кредо, которое выражает дух американского народа Yes, we can Yes, we can Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!